Это не типичная панель достаточно распространенного автомобиля. К огромному сожалению, нас просто заставили ездить на шушлайках, ограничив возможности приобрести за бугром реальные и красивые американские авто. И серость будней восторжествовала. Но не каждый человек серый по сути. Есть ведь возможность выделиться. И это не установка дорогого экс- и интерьерного тюнинга. Это работа студии Флока и Винила Феникс. Машина из-за каких-то копейки становится индивидуальной и не похожей на других. Казалось бы, китайский автомобиль. Но оказывается, китайский автомобиль может выглядеть просто уникально. Что вас подвигло на эти такие хорошие дела? Прежде всего, это вы, наверное. Потому что я смотрел ваши передачи. А найти их не успел. Номер записать и все остальное. В последующем устроился сюда на работу. И сама судьба свела вот здесь. Ну и немножко внес свои коррективы. Добавил кое-что. Салон немножко переделал. Фонари поменял. Внешний вид. А так, в принципе, машина хорошая. Ежи пятый год. Мне нравится. Через фора автомобиль, который вызывает повышенное внимание у меня в интернете. А внутри как поменялось все? То есть, ну понятно, что в принципе у них пластик неплохой на китайских автомобилях. Но что сейчас чувствуешь, когда садишься? Что-то неважно. Дизайн, в принципе, неплохой. Но пластик, конечно, не очень. То есть, как бы охота была что-то... То есть, в черную машину сделать светлый пластик. Ну, как бы изменил. Спасибо Елене, которая вот здесь работает. То есть, как бы дизайн. Она разработала все это дело. Ну, изменил как бы цвет. Ну, пока еще не до конца. Только сделала с панели. А там все остальное как бы внесем. То есть, аппетит приходит во время еды и так получается? Да, да. Совершенно верно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, немножко шумновато, но извините. Да, бибикало, блин. Обгоняй нафиг. Делом мы занимаемся. Делом занимаемся вместе со студией Flokka & Vinyl Phoenix. И показываем вам утюдиную в никуда машину. Ранее нами не показываемую. Потому что это супер-мега автомобиль всех времен и народов. Это Lada Riva. Немножко из истории. Lada Riva, она же ВАЗ-2105, начала продаваться и успешно продаваться в 1980 году. На Урале я ее в первый раз увидел в 84-м. А в 86-м в продаже в России появилась улучшенная и модифицированная машина с Deluxe салоном с большой решеткой Lada Riva 2107. А теперь, ребятки, есть повод гордиться за продукцию отечественного автопрома. Если что, то это третья по объемам продаж платформа в мире. И выпущена была Fiat 124, реинкарнированный в Lada Riva, аж 3 миллиона штук и даже больше. Мало того, машина успешно продавалась аж до начала 90-х годов в Англии и пользовалась популярностью. Мало того, мы недавно, ну как недавно, лет на 5 в Кирогасире вместе с англичанами в отличном заведении на Гоа. И они мне сказали, что вот когда-то жена ездила на пятерки, а муж ездил на семерки. Впечатления были своеобразные, но тем не менее в Англии эта машина являлась самой популярной. На рынке низкоуровневых по цене автомобиль и успешно конкурировала с Фордом Сьерра, кстати. Вот, Вокс Холл Кавальер и, а, Остин Монтеги. Все это я почерпнул, естественно, из замечательного интернета, где вы и можете посмотреть остальные сюжеты, хотя вы не смотрите. Ну вот я посмотрю, как на этот сюжет отреагируют канадцы. Сейчас машина производится в моем любимом Египте. Если я поеду в Хургаду, я себе куплю. Потому что, а потому что, действительно, а что выбирать-то? Четыре колеса, рулевое колесо, пятиступенчатая коробка, кстати, пятиступка только была за рубежом. На Россию она не поставлялась. Это правило партии правительства, ну, сказало, что у нас дороги и так никакие. Вам и четыре ступени хватит. Вот. После того, как эта машина побывала в руках студии флока и винила Феникс, она преобразилась полностью. То есть, то, что вы видите снаружи, это не покраска, это все затянуто винилом. То есть, стильный дизайн, индивидуальный фейс и такой же бэк. Вот. А что внутри? Внутри инсталлировано сидение от тот самой делюксовой версии семерки. Вот. Панель торпеды, такую вы не увидите. Тоже полностью флок от бумера третьей серии. Ну и все остальное. Музыка и вот этот потолочек. Теперь, сколько стоит такая машина? Вот. Этот конкретный экземпляр 70 тысяч рублей. А вот этого делать не надо. То есть, ездить с оружием в руках, возить с собой, как ребенка. Ну, что поделать, искусство требует жертв. Кстати, я могу показать, как он ездит за рулем. Нормально ездит. Полтора года еще не началось. Ну, что делать? Это вот такой симбиоз называется. Ну, так вот. Для тех, кто хочет деньги заработать. Очень просто. Берете, покупаете Lada Classic, Lada Nova, Lada 1500, либо Lada Signet, канадский вариант, либо Lada Lyka. А по таким брендам она продавалась в Бразилии. И везете, знаете, куда? В Канаду везете. Я полазил в дебрях интернета. Там есть такая штука, типа, как Котар. Так вот, поврежденная ладой машинка в Канаде. Lada Signet. Ну, так, чтобы понятно было. Стоит. А теперь спокойно и внимательно. Небольших, абсолютно небольших денег 10 тысяч баксов. То есть, надо на паром погрузиться, 2000 долларов туда стоит. Ну, а тут ее купить, ну, к примеру, вот со столько, за 70 тысяч рублей. И деньги заработать. Ну, а кроме шуток, любая машина может преобразиться абсолютно шикарным образом, если она побывает в руках дизайн студии Флока и Винила Феникс. Потому что, ну, извините, уже отечественные интернет-издания признали, что в течение ближайших 10-20 лет мы все-таки пересядем на электромобиле. То есть, надо сейчас просто на чем-то докатиться. Поставить газовое оборудование и, ну, ездить спокойно. Не надо гонять. Зачем гонять-то? Если по Гнём Магнитогорску, средняя скорость передвижения – это 15 км в час. По трассе я на 600-м Мерседесе с огромным удовольствием, устанавливая круиз-контроль, перемещаюсь со скоростью 85. И вы знаете расход? 10 литров. Сейчас поставлю газовое оборудование, будет еще дешевле. Но то, насколько быстро я приеду, ну, просто элементарно. По Магнитогорску, если вы нарушаете скорость, вы приедете, ну, максимум на 2 минуты раньше. То же самое, ну, максимум на 20 минут вы приедете, путешествуя по трассе. При этом будете останавливаться, потому что, извините, моча в голову ударяет. А так спокойно путешествуем. Так, куда заехать? А, это все просто. То есть, едем по улице Ленинградской, не доезжая до улицы Советской, там есть улица Багратиона. Поворачиваю направо. Ну, что ж, придется потрястись. И Багратиона 10. Место, где живет магия. Вот флока и винила. Магия называется Феникс. 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 Редактор субтитров А.Семкин